МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будущее страны. В России проходят выборы главы государства. Я свой выбор сделал. Я сделал выбор за свободную, независимую, единой Россию. Территория здоровья. В Заречном дан официальный старт реализации одноименного проекта Госкорпорации Росатом и Федерального медико-биологического агентства. Мы в этом году вступаем и в проект по совершенствованию медицины. И будут произведены ремонты нашей взрослой поликлиники. Лестница в Росатом. Сотрудники градообразующего предприятия расписали ступени в здании лицея номер 230. Здесь будет, опять же, атомная тематика, будут формулы, будут физические обозначения. И теперь об этих и других новостях подробнее. В России стартовало важнейшее общественно-политическое событие – выборы президента страны. В этом году за кандидатов на должность главы государства россияне голосуют три дня – с 15 по 17 марта. В Заречном в 8 утра 15 марта открылись все 25 избирательных участков. На нескольких из них в первый день голосования побывала наша съемочная группа. Зареченцы вместе со всей страной выбирают будущее России. 15 марта стартовало трехдневное голосование на выборы главы государства. Одним из первых на избирательный участок пришел глава Заречного. В ближайшие три дня все россияне сделают очень важный выбор, выбор, который определит судьбу России. Поэтому я свой выбор сделал. Я сделал выбор за свободную, независимую, единую Россию. Свой выбор одним из первых сделал и генеральный директор градообразующего предприятия. Сегодня вообще-то мы выбираем на ближайшие шесть лет, я думаю, на дальнейшее, именно тот путь, который страна пройдет и то, в какой стране мы будем жить. Наверное, мы хотим жить в нормальной, в развитой, независимой, самое главное, независимой, свободной России. Вот за это и голосуем. Посмотрите, каким нападкам наша страна подвергается. Мы как никогда должны быть едины и показывать миру, что мы едины. Другого нет выбора, то у нас. На самом деле надо объединиться, чтобы победить. С самого утра на избирательные участки шли горожане с самых разных возрастов, социального положения, политических убеждений, объединенные одним стремлением внести личный вклад в общенародное волеизъявление. Скажите, пожалуйста, зачем вы пришли на выборы сегодня? Проголосовать за президента Российской Федерации. Вы уверены в том, что вот ваше присутствие здесь необходимо? Конечно, необходимый гражданский долг. За что вы будете голосовать? За стабильность в стране. Да. Главное, стабильность. За будущее нашей страны. Чего нам будет позвонить? За процветающее будущее, по крайней мере. Хотелось бы верить. А почему вы решили прийти на выборы? Ну, как вам сказать, почему? Ну, долг, наверное, каждого гражданина нашей России. Скажите, пожалуйста, за что вы сегодня голосовали? Я голосовал за Россию. За ее процветание, улучшение жизни россиян. И чтобы наши дети и внуки жили лучше, чем мы. Каждому гражданину, кто в силу состояния здоровья или преклонного возраста не может прийти на избирательный участок, обеспечена возможность голосования на дому. Однако 94-летний ветеран вооруженных сил Дмитрий Селютин решил, что стране необходимо его личное присутствие на выборах президента. На выборы я прихожу каждый год на любые областные, районные, думу. Но особенно, когда выбирает президент. Особенно. У меня возраст неактивный, маленький, 94 года. Я был эвакуацией и под немецкой пятой. Потом прошел службу, военную службу, ветеран службы армии. Я голосую за стабильность в государстве. Несмотря на то, что нас окружает недружественное государство, идет непредвиденная освободительная Донбасса война, тем не менее государство дает возможность жить людям. И хорошо, имеют шансы в дальнейшем жить еще лучше. Умудренный опытом 94-летний ветеран знает, как важен каждый голос на выборах главы государства, как важно личное участие в событии, определяющем будущее страны. Я обращаюсь к избирателям нашего любимого города, Заречного, чтобы в эти дни и сегодня, завтра, прийти обязательно пролосовать. И пролосовать обязательно молодежи. Молодежь у нас немножко в этом вопросе некомпетентна. Люди, которые пожилого возраста, они знают, они уже прошли много интересного и такого довольно-таки непростого в жизни. А молодежь еще в этом вопросе не знает. Поэтому я призываю, чтобы прийти и проголосовать. Тем более мы выбираем президента не на один год, а на целых шесть лет. Однако молодежь не столь уж пассивна. Для 18-летних это первые выборы в жизни и сразу столько ответственности – голосование за главу государства. Избиратели, уважаемые члены комиссии, наблюдатели, минуточку внимания. На нашем избирательном участке номер 247 произошло важное событие. Сейчас мы должны поприветствовать молодого избирателя – Жукова Дмитрия Михайловича. Приветствуем горными аплодисментами. За ходом выборов на всех 25 участках Заречного следят 113 наблюдателей, взявших на себя независимый контроль за чистотой избирательного процесса. Скажите, пожалуйста, как с точки зрения наблюдателя проходит выбор президента? Очень активно. Активно. Восемь часов открылась избирательный участок, и народ сразу активно пошел. Как организованы, на Ваш взгляд, выборы? Я считаю, отлично организованы. Никаких нарушений нет, очень спокойно проходит. Вот на данный момент, когда мы с Вами разговариваем, были ли Вами выявлены какие-то нарушения в ходе избирательного процесса? Нет. Нет. Таких нарушений не было. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, как наблюдателя со стороны, как организован процесс голосования? Организован замечательно. Все в норме. Были ли выявлены на данный момент какие-либо нарушения? На данный момент никаких нарушений не выявлено. Все идет в штатном режиме. Выборы президента России проходят в течение трех дней, с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать по всей стране с 8 до 20 часов в каждой из трех дней. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС член Центра избиркома Игорь Борисов, предварительные итоги выборов объявят в первой половине дня, 18 марта. Окончательно определить результаты выборов президента России Центральная избирательная комиссия должна не позднее 28 марта. Станислав Корякин, Ксения Тризна, Денис Дубицкий, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». И к другим темам. В Заречном дан старт программе «Территория здоровья». В ее рамках Госкорпорация «Русатом» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством направит на укрепление здоровья горожан свыше 146 миллионов рублей. Первым событием в ходе реализации программы стал одноименный форум. Его посетили более 5000 зареченцев, школьники с педагогами, семьи, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. Цель форума «Территория здоровья» состояла в том, чтобы у людей сформировалась привычка к здоровому образу жизни. На форуме зареченцы всех возрастов могли проконсультироваться со специалистами медико-санитарной части, провести экспресс-тестирование на состояние здоровья, а также принять участие в спортивных мероприятиях, от игры в шахматы и бильярд до занятий аэробикой и зарядки с чемпионом мира по самбо Владимиром Балыковым. На льду спортивно-культурного комплекса «Союз» юные хоккеисты и фигуристки. Однако сегодня они не будут бороться за победу в соревнованиях. Девчонкам и мальчишкам предстоит сделать зарядку. Под руководством чемпиона мира по самбо Владимира Балыкова. Необычная разминка – часть форума «Территория здоровья», который дал старт в заречном одноименному проекту. «Росатом» объявил в этом году форум «Территория здоровья» в городах присутствия. Соответственно, мы в этом году вступаем и в проект по совершенствованию медицины. И будут произведены ремонты в нашей взрослой поликлинике. Мы очень ждем. И сейчас уже подготовлены проекты. Скоро, я думаю, и жители увидят то, что планируется сделать. На модернизацию системы здравоохранения и мероприятия по здоровью и сбережению «Росатом» и Федеральное медико-биологическое агентство планируют выделить заречному беспрецедентную сумму – свыше 146 миллионов рублей. Однако крепкое здоровье, отличное самочувствие и активное долголетие зависят не только от врачей, но и от самих людей, от того, какой образ жизни они ведут, чем питаются. Подчеркнуть важность здорового образа жизни – основная цель форума. Работают интерактивные площадки, которые направлены на популяризацию здорового образа жизни. Бережного отношения к здоровью. Здесь работают 4 медицинских площадки, 6 спортивных, 8 образовательных, интеллектуальных, творческих. На форум «Территория здоровья» пришли горожане разных возрастов. У школьников своя программа – подвижные и интеллектуальные игры, танцевальные батлы. В рамках форума юные зареченцы познакомились со спортивными секциями и объединениями. О том, что такое черспорт, ребятам рассказали участницы клуба «Атом». Мы звали к себе в секцию и показывали комбинации с помпонами, показывали акробатические элементы. Ну и как, ребята, интересуются, хотят тоже, как вы? Некоторые – да. А на соседней площадке – занятия для горожан серебряного возраста. Эти плавные движения – синтез суставной гимнастики и хореографии. Это комфортная физическая нагрузка, разминка для суставов, а также возможность отвлечься от забот. Полезна не только для телесного, но и ментального здоровья. Я вообще не очень спортивная была в детстве, а поскольку я работала учителем, мне некогда было заниматься собой. Вышла на пенсию, и я поняла, что спорт – это жизнь, и вообще движение – это жизнь. И только сейчас. У меня проблемы с движением, но я хожу, танцую. В форуме «Территория здоровья» приняли участие и медицинские работники. Профильные специалисты провели лекции для подростков, а для взрослых организовали мини-диспансеризацию. Взрослые люди могут измерить свой рост, вес, узнать индекс массы тела, узнать свой сахар, кровь, артериальное давление и получить рекомендации о здоровом образе жизни. Форум «Территория здоровья» длился несколько часов. События, давшие старт одноименной программе Госкорпорации «Росатом» и ФМБА, посетили более 5000 горожан. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». 15 марта стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Зареченцам предстоит выбрать одну из пяти городских территорий, которая будет приведена в порядок в 2025 году. В голосовании могут принять участие граждане старше 14 лет. Благоустроят тот участок, который наберет большинство голосов. Чем больше горожан примут участие в выборе общественного пространства, тем больше средств получит город на реализацию проекта благоустройства. Для удобства горожан с 15 по 17 марта в специальных пунктах для голосования организована работа волонтеров, которые помогут всем желающим сделать свой выбор. Подробнее о порядке голосования по выбору территории для благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды мы сегодня поговорим с советником отдела администрации Заречного Михаилом Лемуковым. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска, а пока к другим новостям. В Заречном стартует новый конкурс, посвященный 15-летию конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Горожанам предлагается создать цветочные клумбы из фиалок. Более 10 тысяч живых цветов уже прибыли в город. Все желающие благоустроить свои дворы смогут бесплатно получить их в предстоящие выходные. С подробностями Ксения Тризна. На Ахунской 21 в снегах все еще резвятся северные олени. Но совсем скоро все изменится. У жителей дома уже есть масштабные планы на благоустройство весной. Скоро гордым северным оленям придется откочевать обратно в тундру. Там более привычный для них климат. А дружные жители на Ахунской 21 уже прикидывают, какие цветники разобьют в своем дворе. Так они хотят высадить фиалки трехцветные или анютины глазки и уже выбирают подходящее место. Лучше всего все-таки выбрать для фиалок, скажем так, не совсем солнечный участок, но и в то же время не теневой. То есть дать ей возможность получить достаточную долю солнышка, ну и чтобы она не горела. Она не очень это любит. В этом году нежные фиалки украсят многие городские дворы. В рамках конкурса «Заречный в цветах» все желающие могут создать клумбы, где основным растением будут именно анютины глазки. Эти соревнования непрофессиональных ландшафтных дизайнеров приурочены к 15-летию проекта, который уже получил статус муниципальной практики «Мой дом, мой двор». Среди активных его участников – жители дома номер 13 на проезде молодежном. Когда у нас проходили семинары по озеленению в библиотеке в Центральной городской, мне посчастливилось познакомиться с активными жителями микрорайона улицы проезда молодежной. И вот они настолько зарядили меня своей энергией, они так активно и с таким желанием творить рассказывали про свои дворы, про то, какие у них клумбы, какая у них здесь территория, насколько они вообще заинтересованы в том, чтобы город наш был цветущий, комфортный для жизни. У каждого активиста здесь свой участок и уже сформирован стиль оформления двора. У нас вообще двор старый, 15 лет, у нас в основном сейчас идут многолетки. Хосты, ирисы, гортензии, да, метельчатые, розовые, белые, у нас очень много их. Но и для фиалок место найдется. Амбициозные планы на весну у жителей Заречной 8 и соседних домов. Они намерены превратить свой большой двор в настоящую зону отдыха. Поменять наши клумбы, посадить новые цветы и кустарники, покрасить лавочки. И изюминка нашего двора, наша главная идея, это покрасить нашу замечательную дорожку в яркие красочные цвета, чтобы она напоминала нам коврик или половичок, как раньше бабушки ткали. И приглашала всех жителей в наш двор прекрасный. Весну, в радость, в любовь. А еще дружные соседи собираются высадить клумбу в виде сердца из фиалок. У участников конкурса «Заречный в цветах» есть возможность бесплатно получить посадочный материал. В наш город привезли более 10 тысяч фиалок, которые будут раздавать 16 и 17 марта. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». В 230-м лицее появилась лестница знаний. Поднимаясь по ступенькам, ведущим в атом-класс, школьники видят физические формулы, уравнения, символику, связанные с отечественной атомной промышленностью. Такую необычную лестницу Росатома создали волонтеры Совета молодых работников производственного объединения «Старт». Одним из первых по ступеням знаний поднялся наш корреспондент Алексей Лазаренко. На первый взгляд лестничный марш в лицее 230 стал жертвой вандализма. Но если приглядеться, отчетливо видно одну из самых известных физических формул «Е равно МЦ квадрат», которую вывел Альберт Эйнштейн. Такие сюжеты нечасто встретишь у нарушителей школьного порядка. Волонтеры Совета молодых работников производственного объединения «Старт» расписывают ступеньки, которые ведут на третий этаж прямиком в атом-класс. Здесь будет, опять же, атомная тематика, будут формулы, будут физические обозначения. То есть все то, что необходимо для учебы, все то, что необходимо для того, чтобы прийти потом в работе с Росатом. По пути в атом-класс, где углубленно изучают физику, математику, химию и другие науки, перед школьниками будут маячить формулы и обозначения всевозможных величин. Теперь отговориться, мол, не знаю или забыл, станет сложнее. У активистов проекта «Росатом в город» волонтеров Совета молодых работников производственного объединения «Старт» уже есть опыт превращения унылых конструкций в уникальные арт-объекты. На счету ребят уже порядка 20 оригинальных и красиво расписанных городских трансформаторных будок и веранд детских садов. Теперь художники взялись за школы. Нести радости и яркие краски в жизнь зареченцев – их приоритетная задача. Конечно же, Совет молодых работников, волонтеров ПО «Старта». Мы всегда готовы выйти с каким-либо проектом. И если идет запрос, мы всегда находим время, чтобы прийти и порадовать. Следующим объектом творчества волонтеров из Совета молодых работников производственного объединения «Старт» станет обновленная школа 220. Там активисты планируют выполнить большую работу – расписать холлы внутри здания. Алексей Лузаренко, Вячеслав Ертаев, телерадиокомпания «Заречный». Формирование комфортной городской среды. Как зареченцы могут выбрать территорию, которая будет благоустроена за счет средств федерального бюджета? Все подробности через пару минут. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Без воды горячей жить, увы, не получается. В мою сантехнику пойду, потому что нравится. Котлы водонагревательные, настенные и напольные. Газовые колонки лучших отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Моя сантехника». Душевно и ни капельки недорого. Редактор субтитров А.Егорова реформируя систему образования, нарешает кадровую проблему. Смотрите в среду в 20.00. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях советник отдела городской администрации Михаил Лемуков. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, сегодня стартовало голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Давайте поподробнее еще раз расскажем зареченцам о том, за что же все-таки мы голосуем, для чего мы голосуем и из чего мы выбираем. Ну и потом уже поговорим о порядке голосования. А начнем от общего. Что мы выбираем? Сегодня мы начали голосовать для того, чтобы в Заречном появилось еще одно благоустроенное пространство. Это общественное пространство. То есть, та часть города, которой пользуется неограниченное число лиц. И, соответственно, то, что находится в нашем городе и радует всех горожан. То есть, это не детская площадка во дворе конкретного дома? Нет, это не она, это не дворовая территория, это именно общественное пространство. У нас идет голосование, чтобы выбрать из представленных территорий одну из территорий. Территория будет выбрана, понятно, каким образом. То есть, большее количество голосов подано той территории, которую житель считает необходимым благоустроить в первую очередь. Соответственно, та территория будет на будущий год благоустроена. Общественная территория благоустраивается. Понятно, что это будет огромный подарок городу. Это будет огромный подарок жителям. И почему я говорю подарок? Потому что это происходит обустройство, строительство, реновация места за счет федеральной программы. Федеральная программа, комфортная городская среда, национальный проект, как вы сказали, жилье и городская среда. Именно она помогает жителям и благоустроить свой родной город. Естественно, раз это так происходит за счет средств федеральной программы, то здесь есть обязательные условия. Это участие жителей в том, чтобы жители сами определяли, какое же место благоустроить. Почему это важно? Потому что жители, видя, что есть территория, они знакомятся, во-первых, некоторые и не знали, что такая территория есть, и ее можно привести в порядок, ее можно сделать еще лучше. Жители начинают втягиваться в процесс благоустройства, в процесс того, что они влияют на будущее пространство. Они говорят, что нам хотелось бы. Как это происходит? Это происходит за счет встречи, за счет каких-то обменов мнением. Потому что в любом случае в администрации города информация по тем или иным уголкам города, она, естественно, накапливается. И от жителей города приходят обращения, приходит информация о том, где жители хотели бы сделать более удобный спуск, где они хотели бы видеть чуть больше лавочек, какую-то часть затенить, потому что она находится на таком ярком солнечном месте. Может быть, где-то нужно немножечко видоизменить функционал, добавить детскую площадку, наоборот, ее перенести в другое место, добавить, скажем так, то место, где можно было бы развернуть какие-то уличные концертные площадки. Потому что летом и осенью это вполне возможно делать, и как показывает практика, жителям это очень нравится, когда музыкант организует выступление, и в том или ином месте очень мобильно происходит импровизированный концерт. Вот в этом плане можно повлиять на то, чтобы именно вот это появилось. И, Михаил, извините, перевью. Насколько я понимаю, вот исходя из опыта прошлых лет, что зависит от горожан не только то, какое место будет благоустроено, но и объем финансирования. То есть чем больше зареченцев включится вот в этот вот проект голосования, ну тогда будет понятно, что действительно это необходимо. Если проголосует там один человек за одну территорию и пять человек за другую территорию, ну понятно, что это не очень востребовано вообще. Давайте тогда расскажем о том, какие же территории включены в план для благоустройства на 2025 год, из которых мы будем выбирать. Давайте. Всего их пять территорий. Первая территория – это территория между многоквартирными домами по улице Ахунская 21, 23, 25. Но эта территория не дворовая. Эта территория просто между данными дворовыми территориями – это общественный пространство. В настоящий момент времени это такой лесистый участок местности, который можно было бы благоустроить, добавив ему какой-то функционал. Естественно, все работы, они производятся максимально, сохраняя те лесные нахождения естественного происхождения, которые в городе существуют. Если и попадают под вырубку, это только те деревья, которые исключительно носят аварийный характер и уже присоединяются куда опасность. Это была первая территория Ахунская 21, 23, 25. Далее мы переходим, двигаемся по направлению к центру города. Это территория за домом Братская 20А, между садиками 4 и 14. То есть, может быть, для некоторых будет понятнее, что это территория за центральной аптекой, выше центральной аптекой, между садиками тоже. Эта территория представляет собой такой лесистый участок. Там есть транзитные пешеходные связи, там есть старая детская площадка. Достаточно места для того, чтобы можно было архитекторам что-то там поработать, предложить. Третья территория – это территория по улице Восточная 4, 6, 8. То есть, 132-й квартал. Многие люди спрашивают, почему туда никак не дойдут работы по благоустройству, почему там не производится. Пожалуйста, эта территория есть, голосуйте, выбирайте. Эта территория, наоборот, она более открытая, такой пустырь, где можно было как раз создать какие-то игровые зоны тень, обязательно сделать активный отдых, это либо спортивная площадка, либо детская площадка, и уголок спокойного отдыха как раз с тенью, с беседками, с навесами. Ну, это уже на взгляд архитектора. На взгляд архитектора, да. Это три территории. Четвертая территория – это территория по адресу проспект Мира, 42А. Это около дома как раз, ну, квартира Мира, 42А и Мира, 52А. И рядышком находится детский сад номер 13. Это территория, это Большой пустырь. Там когда-то раньше было… Футбольное поле было, стоянки самостейные. Да, 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 там сейчас вот такая парковка. Тоже можно там поработать. И пятая территория – это территория, она в этом году впервые вошла в список территорий, из которых выбирают. И это территория, я, около 222-й школы. Это территория рядом с спортивной площадкой школы. Но это уже не спортивная площадка. Это как бы самостоятельное общественное пространство. Вот, собственно, пять территорий. Да, Михаил, и теперь давайте поговорим о том, как же зареченцы уже начали голосовать и вот смогут в течение вот этих вот ближайших дней отдать свой голос, как-то выбраться. Голосование открылось на сайте zagorodstreda.ru. Это федеральная платформа, федеральная площадка, где любой житель страны, гражданин, может проголосовать за общественную территорию, в своем городе, в своем муниципалитете и выбрать ту или иную территорию. Также могут сделать жители города Заречного на этой площадке проголосовать. Естественно, там придется авторизироваться через свою учетную запись на госуслугах и дальше уже по гиду по этой площадке проголосовать. Это достаточно как бы просто, удобно, но еще удобнее – это проголосовать через волонтера. В городе Заречном достаточно большое количество волонтеров. Это свыше 100 человек волонтеров зарегистрировано на площадке добро.ру. Эти волонтеры как раз и помогают жителям города принять участие в голосовании. Они обучены, у них есть мобильные приложения, установленные на их смартфонах, с помощью которого волонтер поможет вам проголосовать. Что нужно вам, человеку, который готов проголосовать? Ему нужно будет, волонтеру, сообщить свой номер мобильного телефона. Для чего? Для того, чтобы ему на телефон пришло сообщение, где есть четыре цифры. Это код подтверждения того, что вы сейчас собираетесь голосовать, чтобы все произошло как бы честно, открыто. Здесь не нужно бояться, потому что вы, естественно, будете видеть человека в экипировке. У него будет бейдж. И вы можете даже увидеть, что у него приложение как раз и оформлено в стиле компании по выбору территории. Там будет написано, что идет голосование за общественное устройство и так далее. И волонтер показывает, что он делает, какие действия. Когда вы называете номер вашего телефона, к вам приходит подтверждение этого голосования. И сообщая четыре цифры, которые пришли к вам на телефон, вы тем самым подтверждаете, что действительно вы голосуете. Дальше волонтер спрашивает ваши фамилии, имя, отчество. Вы говорите. И далее вы выбираете одну из тех территорий, о которых мы сейчас сказали выше. Может быть, это территория, которая вам около вашего дома находится близко. Может быть, каким-то другим причинам вы ее выберете. И выбираете ее. Обязательно по окончании голосования там будет в приложении указано «Спасибо, ваш голос принят». И на одну, на один голос в общем счетчике голосов за ту или иную территорию прибавится. Это займет короткое время. Единственное, что вот была бы хорошая устойчивая связь. И немножечко бывает так, что оговорюсь, что, коль стартовалось сегодня голосование, голосует вся страна. Большая страна. И, соответственно, может быть какие-то технические проблемы. Если есть минутка, подождите, не торопитесь. Обязательно приложение волонтера заработает. И он обязательно примет ваш голос. Мы надеемся, что не будет никаких проблем. Будем надеяться. Да, потому что это уже не впервые у нас за Речном проходит. И тем более, что нужно еще пояснить, эти волонтеры будут находиться где? В течение вот этих вот... Ну, вот сегодня где они были и где завтра, послезавтра. Да. Места расположения волонтеров, они находят... Можно узнать на сайте администрации. Там есть список всех мест, где находятся в эти дни волонтеры. И поэтому они практически по всему городу. Это больше 20 мест, где находятся волонтеры. Поэтому вы можете посмотреть и удобно выбрать ближайшие для вас. И, насколько я понимаю, опять же, по опыту предыдущих лет, насколько я понимаю, голосование через волонтера более удобно, поскольку вот в течение ближайшего вот этого времени... Потому что волонтер может еще что-то дополнительное, какую-то информацию сказать об этих местах. Конечно, конечно. Вы с волонтером можете пообщаться. Волонтер обладает той информацией достаточно для того, чтобы объяснить о том, что за программа, как благоустраиваться, какие есть другие проекты данной федеральной программы. И вы получите, наверное, больше информации, чем вы могли, проголосовав молча за компьютером на площадке, за город среда. Поэтому, пожалуйста, голосуйте через волонтеров, спрашивайте, не бойтесь. Волонтер вам обязательно расскажет, покажет и про другие территории, и выбор за вами. Михаил, и так вот эти вот три дня, 15-го, 16-го, 17-го, выходные дни, масленица. Да, хорошая погода. Вот в эти выходные дни удобнее всего будет проголосовать через волонтеров именно, потому что... Ну, как вы уже объяснили, да, это более наглядное, более так вот, живое общение. И вот в течение этих трех дней вот эти вот более 20 площадок, вы сказали, будут работать, где голосуют, где можно будет при помощи волонтеров проголосовать. Дальше будет ли это голосование? Да, дальше оно будет продолжаться. Голосование оно будет продолжаться до 30-го апреля. В этот момент времени мы постараемся с волонтерами дойти к тем, кто по каким-то причинам не смог в эти дни оказаться рядом с точками для голосования, найти волонтера. И будем также принимать голоса, будем рассказывать о территориях, будем находиться там, где нас ждут, куда нас приглашают. И, соответственно, будем на городских пространствах, нас легко будет узнать. Но все-таки я думаю, что вот удобнее, когда ты уже конкретно знаешь, куда ты идешь. Да? Остается там суббота, воскресенье, вот в эти дни, да, так удобнее. Ну что ж, Михаил, большое спасибо за участие в нашей программе. И будем надеяться, что зареченцы в очередной раз проявят активность. Может быть, даже больше, чем в предыдущие годы. А это расчет. Да, для того, чтобы все-таки еще одной благоустроенной и востребованной территории в Заречном стало больше. Спасибо. Спасибо, что пригласили. И это все, о чем успею рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. До встречи на канале Заречный. И хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»